Когда не стало Володи Высоцкого, вдруг всё стало возможным. Он до этого момента всё возможное не дотянул. И сразу, сразу, сразу песни зазвучали, и даже из Госкино ко мне пришёл сценарий, по ходу которого я должна... Начинался фильм, ну, такой хроникально-художественный, что ли. Начинался фильм с того, что я пою в том студии, значит, в студии звукозаписи, пою одну из его песен. И вдруг влетает ассистент режиссёра и кричит, «Боже мой, что случилось с Володей? Нет, да-да-да-да!» И по сценарию мы должны были сесть в машину, ездить по улицам, спрашивать, «Как относились вы к Володе? Какая песня любимая?» Ну, я вам скажу, что отказался вот в своё время, в то время, от предложения Госкино. Ну, это было очень неслабо. Вот. И я сказал, «Вы знаете, разве можно петь Володину песню?» «Это невозможно!» «Это должно пройти столько времени, чтобы как-то так, что это невозможно, это нельзя, я петь не буду». А сколько-сколько должно пройти? Я говорю, не знаю, лет двадцать человек, может, больше. Вот прошло время. Я спела одну из его, не очень популярных песен, песню о двух красивых автомобилях. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова